На дворе весна, а это значит самое время позаботиться о совсем скором переезде на даче. А вот магазин Головкина, располагавшийся совсем неподалеку отсюда на Соборной улице, об этом уже позаботился за всех нас. И уже с конца февраля в этом магазине покупателей ждал широкий выбор дачной мебели и посуды. Позвонить Головкину и справиться о наличии интересующих вас товаров можно было по телефону? Четыре. По какому, говорите, телефону? И мраморные умывальники есть? И фонари будуарные? Чья наследница? Всевозможная мебель, венские стулья, кровати с матрацами и без, мраморные умывальники? И все это в магазине Головкина на Соборной. А еще самовары и утюги, кофейники и мясорубки, мороженицы и ножи столовые. Мне кажется, за один раз всего этого просто не унести. А еще велосипеды и детские юзики. Да, покупатели прекрасно знали этот магазин. Не только в связи с приготовлениями к дачному сезону, но и в другое время тоже с удовольствием туда захаживали. Например, у Головкина можно было приобрести мягкую мебель новейших рисунков для гостиных. Или золоченые английские никелированные кровати для городских спален. А вот конкурент Головкина, владелец двух мебельных и зеркальных магазинов Васильев, не только продавал роскошную мебель и мраморные умывальники. В его магазинах можно было заказать полную обстановку квартир, контор, номеров и учебных заведений. А также можно было выписать мастеров в отъезд. Располагались мебельные магазины Васильева здесь же, в самом центре. Один из них в собственном доме на Дворянской, а другой в доме Чаковского на Троицкой площади. Это здесь можно было купить ковры и скатерти, а также вызвать на дом опытного обойщика или драпировщика. Наконец, большой популярностью среди самарцев пользовался магазин мебели и зеркал Лапкина. Что касается ассортимента этого магазина, то он тоже был весьма широким и отличался разве что наличием венков металлических. А вот располагался магазин Лапкина вначале на Дворянской, рядом с банком взаимного кредита. Оттуда переместился в дом Новокрещеного против магазина Белоусова. Оставим пока кровати и венки и позаботимся о головных уборах. Помочь в этом мог, например, магазин Шляп Пономарева на Дворянской улице в доме Афанасьевых при Невецкой кирхе. Здесь почти всегда можно было выбрать зимнюю шапку нового фасона, сшитую из того меха, который был вам больше по душе. Но если вопрос с зимним головным убором был у вас уже закрыт, милости просим к Пономареву на Дворянскую улицу против кирхи. Осенние шляпы последнего фасона, форменные фуражки и шапки всех ведомств от военных до гражданских. Приходите и все ваше дело будет в шляпе. А сейчас мы с вами ненадолго вернемся в летний день и отправимся в магазин наследницы Василия Гальдебаева, находившийся на Дворянской улице в доме Афанасьева, против немецкой кирхи. Швейные и чулочные машины, электрические звонки и многое другое ожидало своих покупателей в магазине, находившемся вот в этом доме. Рекламные объявления, помещавшиеся в газетах и в адрес календарях, расхваливали торговлю Микеньковой, так звали наследницу, на все голоса. Швейная машина шьет вперед и назад. Обучение работе на чулочной машине бесплатное. Здесь вы можете заказать электрические звонки, а также их подводку и исправление. Летом наследница Гальдебаева приглашала в свой магазин господ велосипедистов, ставив в известность, что она является единственной представительницей по Самаре и Оренбургу велосипедов марок Гумбер, Бреннабор и Россия. Впрочем, если судить по тем же самым газетным объявлениям, господ велосипедистов в Самаре было не очень много. Так, на весь сезон 1902 года госпожа Микенькова заказала всего лишь 100 велосипедов, которые поступили в продажу в середине марта. Но когда сезон велосипедных прогулок заканчивался, самарцы могли отправиться в магазин наследницы Гальдебаева, куда поступила крупная партия коньков фирмы Генс. И те, кто уже умели стоять на коньках или только еще собирались открыть для себя чудо скольжения по льду катка в одиночку или на пару с другом или подружкой, всегда могли здесь найти покупки по душе. И, наконец, два слова о товарах, которые были одинаково полезны и зимой и летом. Граммофоны, монарх и пластинки к ним, печатные машинки фирмы Ремингтон. Все, что вы знали о технике и даже то, что боялись подозревать, все это ожидало своих клиентов на Дворянской улице против немецкой кирхи в магазине Метеньковой. Что бы нам купить еще? А чего у нас нет? Правильно, посуды. Заглянем тогда в дом Юриной на Дворянской улице. Здесь, в магазине изделий акционерного общества «Братьев Бух» и «Вернер» всегда в ассортименте ножи и вилки, уксусные сутки и ложки «Мельхиор» с самой прочной серебровкой. Берите и будете довольны. А вот за стаканами, стопками, вареницами и прочими хрустальными изделиями мы пройдем в магазин «Хрусталь» на Дворянскую 127. Кстати, здесь же можно было купить сахар со скидкой. Просим зайти и убедиться лично. А теперь задержимся возле оружейно-оптического магазина Неймана, возле которого над тротуаром когда-то свешивалась огромная пенсне с синими стеклами, швейные машины самых новейших фабрик, ружья и револьверы и еще многое-многое другое. Все это ожидало своих покупателей вот за этой дверью. А при чем же здесь пенсне, спросите вы, и будете совершенно правы. Потому что здесь, в этом же магазине, можно было приобрести бинокли театральные и дорожные, микроскопы, лупы, очки и многие другие оптические принадлежности, с которыми глаз любого самарца становился таким же зорким, как и глаз орла, и мог различить даже мышь с высоты этого дома. Но и это еще не все. Здесь же, в магазине Неймана, покупателя ждали несгораемые денежные шкапы, кухонные печи и плиты Германия. Так что, как говорится, на все руки от скуки и на вкус и цвет товарищей нет. Хотите борщ? Покупайте кухонную плиту. А если борщ у вас уже сварен, торопитесь приобретать несгораемый денежный шкаф. Волшебные фонари и зонафоны, пластинки и ружья, велосипеды марок Националь и Опель, и еще многое-многое другое. Все это, кажется, так и говорило. Купи меня, купи меня. А за прилавком уже улыбались ласковые приказчики. Которые предлагали все упаковать и доставить по указанному вами адресу. Как тут не закружиться голове? Кажется, так и купил бы весь этот магазин вместе с улыбками приказчиков и золоченым пенсне над входом. Дело за малым. Найти бы только тот самый несгораемый шкаф, набитый червонцами. И вот тогда дело в шляпе. А впрочем, нет, как раз шляпы здесь и не продавались. Если вам нужна шляпа, вам чуть дальше, по тротуару. Кажется, увлекшись велосипедами и пластинками, мы совсем забыли выбрать головной убор для нашей спутницы. Это непростительная ошибка. Давайте же поспешим в модный магазин «Петш», располагающийся в доме Соколова на Дворянской улице. Здесь в большом выборе имеются дамские детские шляпы весеннего и осеннего сезонов. А если не хотите к Петш, идем к Гороховой. Это недалеко, но глупанской и дворянской, напротив Покидышева, во втором этаже. Бархатную шляпу можно купить здесь по цене от трех рублей, а за фетровую или соломенную отдать всего лишь один рубль пятьдесят копеек. В достоверности цен прошу убедиться, призвала хозяйка магазина покупательниц. Да уж, торговая Самара рубежа девятнадцатого и двадцатого веков знала, чем удивить. Причем удивить так, чтобы никому не показалось мало. Не верите? Тогда вам на склад земледельческих машин Гинса, где вас ждали порох, дробь, ружья самого разного калибра и по самым умеренным ценам. Не верите? Приходите тогда на склад Гинса, который располагался на Панской улице в доме Пазерна. А еще здесь же на складе Гинса можно было приобрести экономичные кухонные плиты и гигиеническо-экономические кормушки для кормления лошадей овсом по системе Миллер. Почитайте, что это такое и милости просим Гинсу. Ну и на Псашок, совсем неподалеку отсюда, на углу Заводской и Вознесенской улиц, размещался чешский магазин «Швец», совсем недавно получивший большую партию кроватей и ламп. А вот новостью 1901 года стали горелки «Альянс», безопасные от пожара, как сообщалось в объявлениях. Там же в магазине «Швец» можно было приобрести фонари будуарные, ванны с печью, аватар-клозеты и снова венки надгробные. А у нас с вами на дворе весна. И умирать мы пока не станем, а к «Швец» или «Гинс» обратимся совсем за другими товарами. Нам бы встретиться, но нет, не случилось встречи. Траектория планет гибче человечки. С вами был Михаил Перепелкин.